Почему-то я не вижу. Ладно, так пойдем. Беременность – это физиологическое состояние самки, которое наступает в момент облотворения и заканчивается рождением уже плода. Беременность у животных, у всех млекоприятий, протекает приблизительно одинаково. Первое, что развивается – плодное яйцо, зиготы в яйцеводе. Это у всех млекоприятий вне зависимости, там это грызун или же это кошка или собака. Затем она продвигается в матку, где первое время лежит свободно, а затем постепенно происходит имплантация, прикрепление и внедрение зародыша в стенку матки. Связь зародыша с матерью устанавливается непосредственно с помощью плацента. Здесь на картинке мы как раз можем видеть, как идет, собственно, лежит зародыш матки. Первые признаки беременности у любых животных – это прекращение… Давайте я все-таки расскажу про беременность, и потом мы еще раз обсудим именно по ДЭКу, что можно с этим сделать. Во время беременности у животных прекращается половая охота и течка. Также увеличивается молочной железой, самка беременной может увеличиться в объеме до 15 раз. Это достаточно много. Учитывая особенно грызуна, это сильно заметно, сам грызун достаточно, особенно мышки, она маленького размера, а когда мышка беременна, то она становится очень больших размеров и быстро набирает вес. Поговорим мы с вами не обо всех грызунах. Разберем сегодня ДЭКу, шиншиллу, морскую свинку, крысу и мышь. По сравнению с дикой природой, в домашних условиях репродуктивный процент у ДЭКа заметно снижен. То, что мы видим в естественной среде, конечно, количество беременности родов у них больше. В большей степени это, конечно, касается самцов ДЭКу. К процессу ремножения должны быть допущены только здоровые особи, поэтому желательно проверить особи перед спариванием и не имеющих между собой родственных связей, чтобы бритинга не было, особенно близкородственного. Пловая зрелость у чилийских белок возникает в возрасте 50 недель и уже в этом возрасте она считается взрослой и сформированной. Самки могут начинать спариваться, когда их вес достигает 250 грамм. Беременность протекает у ДЭКу в течение трех месяцев и лучше, чтобы она не была слишком частой. Достаточно, чтобы она была один раз в год. Для того, чтобы допустить, нужно отслеживать каждую течку. Она наступает каждые 18-25 дней, поэтому в эти периоды желательно самца отселять. Ранняя беременность у любого грызуна нежелательна тем, что может приводить к сложным родам, потому что организм еще недостаточно развит. Также может приводить к выкидышу на ранних сроках, поэтому желательно, чтобы уже к процессу беременности организм уже был полностью сформирован. Первыми признаками наступления беременности у ДЭКа мы замечаем прекращение течки. Постепенно ДЭКа начинает прибавлять в весе, у них появляется округлый живот и ДЭКа становится, как и любой грызун беременной, становится немножко такой неуклюжий. Приближаясь к моменту родов, фигура полностью изменяется и ДЭКа становится похожа на такую беременную грушу, пушистая груша. Примерно за неделю до родов самка начинает потреблять уже большое количество пищи и воды и отдых в этот момент становится в приоритете. Не надо лишний раз в такой момент трогать животное, надо ему давать возможность побыть в спокойной обстановке, подальше от детей, от других животных. Перед родами вы можете заметить, что челюстскую белку начинает одолевать беспокойство, он начинает часто подтягиваться, нервничать и тянет живот тазом к полу. Прямо такая характерная поза появляется. В передродовой период ее желательно не раздражать и оставлять в покое. Зачастую роду у ДЭКа проходит в ночное время. И если на свет появляются мертвые детеныши, там один или несколько, то тогда самка может их съесть. Это не попытка агрессии. Данное действие надо рассматривать как попытка защитить яйцо с щенками от посторонних странных запахов, которые могут привлечь птичников. Это на уровне инстинктов. Здоровых детенышей чилистская белка никогда не будет есть. Они не страдают каннибализмом, они не поедают своих детенышей. В среднем длительность рода длится где-то 2-3 часа. После родов самка становится активной и имеет здоровый аппетит, если роды, конечно, прошли хорошо. По уходу, во-первых, во время беременности ДЭКу не надо ничего резко менять в ее уходе. На время беременности мы отсаживаем самца, потому что в том числе ДЭКу может проявлять агрессию. Убираем лесенки, которые там могли стоять в клетке, другие там развлекательные вещи, потому что ДЭКу становится неповоротливой и может также потравмироваться. Не стоит резко менять рацион беременной ДЭКу, потому что он это может вызвать... Так, сейчас. Пара ДЭКу сидит вместе 5 лет. Последние 2 года деток нет. Может быть, вызвана как раз проблема с самцом с репродукцией. Такое тоже может быть. А возраст у ДЭКу? А раньше были детки, да? Все нормально было. Резко мы рацион не меняем, потому что это может вызвать пищевой стресс. И проблемы с пищеварительной системой. Поэтому обогащаем рацион, который у вас есть, уже просто необходимыми витаминами и микро-макроэлементами. Можно добавить во время беременности сушеные томаты, сушеную ДЭКу, шпинат, кунжут, корень лопуха, люцерну, сушеный перец для обогащения рациона. Также необходимо, если кормить натуральным кормом, дополнительно обогащать рацион ДЭКу витаминами, в том числе и кальцием. Можно использовать добавку витамин калия. Она подходит для ДЭКу. По дозировке там идет в зависимости от веса животного добавлять в пищу. В зависимости от этого она уже как бы будет. Можно добавлять в пищу. Курс дается у нас в течение месяца. Пять лет. Пять лет. Ну вообще в пять лет. Ну тут возможно либо... А самцу сколько? Или они оба ровесники? Шиншиллы. Половое созревание у шиншиллы наступает рано. Зачатие может уже произойти в 3-4 месячном возрасте. И самцы уже готовы к плодотворению в 5 месяцев. К саживанию допускается только взрослая. Да, но она уже пожилая, поэтому в принципе тут... Плюс, как бы да, во-первых, в 5 лет уже возраст. Это уже пожилая ДЭКу. Во-вторых, уже как бы самцу 6, он уже тоже старенький у вас. К старости у них способность к размножению уже снижается. К саживанию допускается только здоровые особи. И масса тела должна быть не менее полкило, 500 грамм. Для самок это где-то возраст 7-9 месяцев, когда они набирают данный вес. Самцы где-то в 6 месяцев. Почему вообще у грузнов, в принципе, не... Ну и в том числе у шиншилл не показана ранняя беременность? Она, во-первых, ослабляет организм. Может протекать патологически и могут происходить выкидыши и гибель потомства. Как узнать, что шиншилла беременна? На раннем сроке это достаточно трудно. Животные спариваются в ночное время, поэтому владелец часто пропускает данный процесс. Но через 12 часов после полового акта из влагалища самки выделяется пробка засохшей семенной жидкости самца. Постоянное обнаружение в клетках кулачка, пуха и вагинальной пробки в подстилке. Она еще напоминает такой белый парафиновый жгут, где-то около 2 см в длину. Может служить о косвенном спаривании грызунов. У первородящих или же у тех, кто уже родил, эта пробка может отсутствовать. Признаком беременности считается отсутствие течки в течение 30 дней. Также опухают половые органы и меняется окрас немножечко их. Безошибочно определить беременность где-то определяется по изменению веса шиншилла и на 8 недельности сукройности самки. Сукройность это период беременности с шиншилл, который длится от 105 до 115 дней в зависимости от количества плодов, от времени и от возраста. Какие же характерные признаки беременности с шиншилла? Первое это изменение внешнего вида сосков. Во-первых, на 5-6 недели сукройности они достаточно сильно увеличиваются в размерах, опухают и приобретают такой красноватый оттенок. Прям хорошо становятся заметными. У грызуна увеличивается аппетит, ну как у любой беременной, потому что надо больше энергии, больше пищи. Увеличивается вес животных, где-то начинается он с 8 недели и прибавляет она ежедневно от 10 до 15 килограмм. Также шиншилла начинает чаще ходить в туалет. Количество актов мочеспускания увеличивается. Также изменяется поведение беременной самки, она становится менее активной. Она пытается уже где-то лишний раз полежать, где-то лишний раз спрятаться от человека. И идет увеличение живота. Также идет изменение петли незадолго до родов. Половые органы и сукройные шилы увеличиваются и отекают. Они становятся такого прям красного цвета. Самец воспринимает это как состояние охоты, поэтому это нежелательно. Почему самса и желательно оценить? Потому что он может травмировать беременную самочку и привести к преждевременным родам. За 2 недели вообще до предстоящих родов необходимо нацелить самца в другую клетку. В среднем беременность может длиться до 115 дней. И срок, во-первых, будет зависеть от многочисленного потомства. Если многоплодная беременность, то беременность может и до 105 дней длиться. Также от породной разновидности и от индивидуальных особенностей женской особи. Но у всех плюс-минус беременность немножко разная. За шиншиллы где-то живут в среднем в домашних условиях около 18 лет и способны вынашивать потомство до 15-летнего возраста. Позже уже как бы с беременностью и с зачатием будут проблемы. Если же самка вынашивает всего лишь одного детеныша, то иногда беременность может даже продлиться до 120 дней. Но не желательно тоже перехаживать беременность. За ней надо наблюдать. Если же через 120 дней самочка не разродилась, то необходимо обратиться к телянному врачу. Если очень многоплодная беременность, то где-то чаще всего 105 дней и они рожают. Бывают даже иногда еще короче. Детеныши рождаются слепыми, недоношенными и с голым животом. Также вес у детеныша очень маленький. Но малыши его успешно набирают на вскормлении грудном или же искусственном зависимости от того, как нас отказалась мама их кормить или же она их решила вскормлять. Без вреда для здоровья шиншилла могут приносить два помета в год. Но желательно, конечно, как бы чаще не делать, потому что организм должен восстановиться. Самка шиншилла может забеременеть даже через сутки после родов. Поэтому самца надо на это время отсаживать. Сколько в среднем детенышей? Обычно они вскармливают спокойно до шести детенышей без проблем. Но там в зависимости от... Опять еще бывает момент, что когда там идет... Некоторые матери просто отказываются скармливать детенышей. Поэтому как бы... Плюс в зависимости от размера самих детенышей, от потребностей их молока. Бывают моменты, что у шиншилла там может быть даже два детеныша, но при этом может быть недостаток молока. Поэтому тут еще оптимально, чтобы сказать, что она точно всех скормит. Это очень немножко такой... Сложный вопрос. Вопрос. Поэтому тут в зависимости от... Ну, чаще всего обычно это где-то... Ну, идет... В идеале, чтобы их было тоже не очень много, чтобы они спокойно скармливали. Как ухаживать за беременной шиншиллой? Женскую осыпь необходимо отградить, ну, как и любого грызуна, от резких звуков, яркого шума и яркого света. Вольер необходимо освободить от полочек, лесенок и всего того, чем шиншилла может потравмироваться. Самца мы отсаживаем за 2-3 недели до родов. И в качестве подстилки лучше использовать мягкое сухое сено или качественный древесный наполнитель. Уборка должна проводиться ежедневно. Поэтому тут... Если вы понимаете, что там вы где-то не убрались, это в том числе может привести к негативным последствиям. Поэтому... Так. Что же мне так подвисать там? В рацион шиншилла во время беременности необходимо включить пророщенные овесы, литий и чмень, так как они содержат высокое содержание витамина Е. Также можно давать свежие яблоки приблизительно за 15-20 дней для родов и для улучшения лактации. В том числе можно давать различные шинкованные травы. Это люцерна, календола, земляника. Также рацион должен быть более высокобелковый для шиншиллы. Протеина должно содержаться больше во время беременности. Необходимо обогащать рацион витаминами. Можно использовать, например, для обогащения рациона, в том числе и алголит. Это добавка из морских водорослей. Она не только работает с пигментацией, но и содержит большое количество протеина, необходимое в период беременности. И также содержит большое количество полезных веществ, которые повышают иммунитет, улучшают кровотворение. И в том числе улучшают обменные процессы организма, что необходимо во время беременности. В среднем, смотрите, взрослая шиншилла от 1 до 3 может спокойно скармливать, но до 6 детенышей спокойно они вскармливают. Да, дегу тоже. Дегу как раз можно алголит и витамин калий. Остальные витамины им нельзя, потому что там содержится сахара. Как определять беременность у хомяка? Ну, в первую очередь мы это определяем по изменившемуся поведению. Хомяки становятся либо слишком излишне возбудимы и могут стать даже агрессивны, или же становятся спокойны. У вас был такой активный-активный хомяк, а тут он резко успокоился. Сбор материалов начинает для гнезда и усиленный аппетит. Ну и самый очевидный показатель, как при любой беременности, это увеличение живота. Но, опять же, если мы уже видим увеличение живота, то, значит, роды уже скоро наступят. Также, ну, первое, то, что мы можем заметить, это у хомяка прекращается течка и в дальнейшем уже могут опухнуть соски. У разных видов хомяков беременность немножечко отличается. У сирийца обычно это 16-18 дней, у джунгарика китайского и хомячка Кэмпбелла от 18 до 21 дня, и у хомячка Роборовского может длиться до 30 дней. Самое менее продолжительное, это как раз у сирийцев. Когда можно вообще понять, что хомяк беременный? При осторожном осмотре у сирийских хомяков уже через неделю после спаривания в спаривании можно почувствовать набухшие такие маленькие шарики плоды. У джунгариков обычно это дней через 9. Как раз в это время уже набухают соски и начинает прибавляться вес. Но если вы пытаетесь посмотреть там, детеныши, делайте это очень осторожно, чтобы не повредить их и не вызвать преждевременные роды. Как вообще проявляется поведение во время беременности? У сирийского хомяка самка может даже ранить и убить самца после спаривания, поэтому их необходимо рассаживать в разные клетки. Гнездование у них очень ярко выражено. У джунгариков может иногда как бы тоже самка напасть на самца, но она уже так и достаточно спокойно это делает, поэтому в принципе разделять их рекомендуется, но если вы прям сразу не разделили, как бы ну критично это первые несколько дней не будет. Гнездовое поведение для них тоже очень характерно. У Кэмпбелла самец, они более спокойны, поэтому самец может находиться с самкой во время беременности и гнездовое поведение тоже присутствует, поэтому у хомячков Кэмпбелла даже не всегда рассаживают, потому что они агрессии не проявляют. У хомяков тоже возможность состояния ложной беременности, когда все признаки присутствуют, а роды не наступают. Но обычно уже под влиянием это бывает после того, как под влиянием каких-то стрессовых стаций, зародыши просто рассосались. За беременным хомяком мы ухаживаем так же, как и за всеми грызунами, потому что любой беременной самке необходим покой. Когда мы поняли, что беременность у нас случилась, необходимо перенести клетку в тихое место и необходимо обеспечить хомячиху достаточным количеством материала для постройки гнезда. Можно использовать бумажные салфетки, но они должны быть не цветные, без красить для обычной белой бумажной салфетки. Необходимо регулярно убираться в клетки и более тщательно, потому что в этот период самка запасает корм, в том числе это не только зерно, но и зерновой корм, а свежий корм может просто испортиться. Беременным самкам необходим дополнительный белок. Можно использовать вареное яйцо, даже кусочки курятины, говядины, овощи, богатые витаминами, это могут быть брокколи, сладкое яблоко, но все-таки не перебольшаем большое количество свежих овощей, потому что в том числе они могут приводить к диарее. Во время беременности потребление протеина для хомячка увеличивается до 60%. Поэтому хомяк нуждается в дополнительном белке. Также, если вы кормите гранулированными кормами, то в беременности у нас увеличивается доза, потому что животное начинает потреблять больше корма. В неволе до 10 лет дегу могут жить крысы. А как вообще понять, что у ваших крысы беременности? Во-первых, ну как и у всех грызунов, это отсутствие течки. Течка у крыс обычно происходит раз в 5 дней и длится по 12 часов. Характерная поза при течке, так же приблизительно, как у кошки животное, выгибает спину, запрокидывает голову, поднимает хвост, трясет ушами. Влагалище немножечко приоткрытое и слегка влажноватое. Также крыса начинает прибавлять весе, как и все грызуны. Часто может идти перебирание корма и отказ от пищи. Крыша становится очень привередлива в еде. Гнездование и перед родами у крысы может наблюдаться агрессия. Поэтому если крыса сначала проявлять агрессию, это в том числе беременность служит, что скоро вас ждут роды. Беременность крысы характеризуется достаточно сильным изменением форм тела. Обычно где-то ближе к третьей неделе идет заметное увеличение живота, и тело приобретает такую грушевидную форму. Она тоже становится похожа на такую пушистую грушу. Маленькая мордочка и круглая брюшка с животом. А круглый живот легко заметить, когда крыс начинает вставать на задние лапы. Беременность у крыс длится в зависимости от возраста. В среднем крыса может уже забеременеть где-то в полтора месяца, а самец к яске уже способен с пяти недель. Причем оплодотворить самец может любую самочку, вне зависимости от мамы, от сестра. Поэтому уже при содержании грызунов для разведения необходимо самца переводить от матери или сестры в отдельную клетку. Нужно раздельное содержание. Лучший возраст для первородящей самочки это где-то 6-8 месяцев. Почему вообще до физиологического созревания не рекомендуется спаривание? Потому что беременность будет протекать патологически. И часто крыса может не выносить потомство и в том числе могут пойти осаждения при беременности. Так, у всех со звуком хорошо? Или у кого-то тоже есть проблемы со звуком? Секундочку, подождите. Если звука нет, то обновите вебинар, потому что бывает, что иногда немножечко со звуком бывает проблема. У меня проблема сегодня с перелистыванием слайдов. В течение суток после родов самочка может забеременеть снова. Но это губительно отражается на ее здоровье. Поэтому желательно дать самочке хотя бы 2-3 месяца на восстановление. Вообще, в принципе, грузнам слишком частая беременность нежелательна. Постоянно их тоже спаривать нежелательно. Поэтому необходимо соблюдать между беременностями определенный временной промежуток. Крыса может часто съедать новорожденных крысят, чтобы вырастить первых детенышек. И при недостаточном питании могут погибнуть оба помята. Поэтому желательно, чтобы у грузунов не происходило резкого спаривания после первых родов. Беременную крысу желательно отсаживать от самца и от других особей в просторную клетку. Убираем все лестницы, игрушки. Также желательно поставить в жилище объемный дом. Потому что крыса может родить до 22 крысят. В зависимости от физиологического состояния. Понимаете, если у вас, допустим, там были сложные роды у грызуна, то лучше этот интервал увеличить. Или же, там, вы понимаете, что беременность у грызуна каждый раз проходит тяжело, то тогда лучше вообще, как бы, ну, но при этом вам нужно получить от этого грызуна потомство, то желательно вообще не чаще тогда раза в год это делать. Просто это зависимости от многих факторов. Поэтому тут уже будет зависимости. Как бы вы в любом случае будете подбирать оптимально для вашего грызуна. Потому что бывают такие ситуации, что у животного, допустим, ну, как бы, либо там все беременности хорошо проходили, а тут, допустим, беременность как-то негативно начала проходить, то приблизительно, то лучше, конечно, тогда либо вообще не спаривать данную особь, либо, как бы, уже смотреть. Так, у грыз где-то 21-23 дня беременность длится. Ну, с 22-мя что делать? Ну, как бы, обычно, если вы занимаетесь разведением, то вы либо их продаете, ну, либо, если вы, как бы, не планируете разводить крысь, то желательно, конечно, сажать разнополых особей. Тьфу, не сажать... Прошу прощения, я говорила, не сажать разнополых особей вместе, а однополых. Подстилку лучше сделать из мягкого сена или же соломы, чтобы, как бы, крысе было удобно, чтобы она могла из этого, в том числе, делать гнездо. Также необходимо положить в клетку беременной крысе материалы для обустройства гнезда, потому что для крыс характерно гнездование. Это могут быть кусочки салфеток, это могут быть бумажные полотенца, но они все без красителя. Вам не надо... Вам не надо часто трогать животное, также осматривать гнездовой домик, потому что самка может начать нервничать, и это вызывает у нее стресс. Также не надо резко менять место положения клетки, что тоже, как бы, нежелательно. Стресс у крыси может вызвать либо выкидыш, либо же... Это да. Ну, при больших пометах, смотрите, если у вас большой помет, то, опять же, вы хотите, чтобы выходилось там все особи, то можно перевести их на искусственное вскармливание. Просто уже кормит не самка, кормит уже... Вы уже просто искусственно их докармливаете, в зависимости от... Плюс, опять же, она может родить до 22 крысенышей, но не все... Да, можно нашей смесью для котят. Но, опять же, если не все из 22 и выживут, тут вопрос, что она может, но это не значит, что их будет ровно 22. Желательно увеличивать калорийность пищи, которой вы кормите крысу. Увеличить количество белка, витаминов и микроэлементов. В противном случае, если витаминов не будет хватать в корме, то самка может начать есть своих детей. Для крыс это характерно. При недостатке белка они поедают своих детенышей. Поэтому, если вы как бы не проследили за этим, то самка может съесть целый помед. В первые несколько недель лучше давать крысе мясо, рыбу, яблоки. В последнюю неделю беременности желательно увеличивать калорийность пищи, чтобы организм был готов к родам и к дальнейшему в иношению детенышей. Можно давать отварное мясо курице, рыбу или можно даже давать детское питание. Но опять же, если вы находитесь на натуральном питании. Если вы находитесь на гранулированном, мы просто увеличиваем дозу в зависимости от потребностей животного, потому что в процессе беременности животное будет есть больше. Также необходимо обогащать рацион беременных витаминами. Для крыс можно использовать либо витамины Тринфит, либо Лепс-Витамин. Они содержат витамины и микроэлементы необходимой крысе. Добавляем мы их либо в воду, либо в корм. Если мы добавляем жидкие витамины в воду, то вода с витаминами у нас не хранится более суток. Скрытые витамины. В принципе, можно давать как дополнительный источник кальция. Можно опять же той же крысе и тот же витамин кальт давать как источник кальция. Но смотрите, если вы даете витамин кальт, так как он сбалансирован уже по витаминам и микроэлементов, то туда дополнительных витаминов не даете. Если же вы как-то кальций даете в отдельном, то тогда можно либо Тринфит, либо Лепс-Витамин. Да, творог можно давать крысе. Сырый не желательно, лучше творог. Опять же, витаминные добавки мы тоже рассчитываем в зависимости от потребностей животного, от потребностей его в кормлении и сочетаем их в зависимости от... Если при натуралке, то мы обязательно даем витаминный комплекс. При промышленном корме тоже мы можем давать дополнительные витамины, потому что иначе это приведет к тому, что крыс может неоправданно съесть своих детенышей. И смотрите, чтобы корм был достаточно... Особенно на последних сроках, вот прям смотрите, калорийность корма, иначе вы можете лишить своего потомства. Такой вопрос. Меня хорошо слышно? Потому что у меня такое ощущение, что у меня немножечко с интернетом нестабильное подключение. Отпишитесь, пожалуйста, в чат. Всем слышно хорошо? Все отлично. И морские свинки. Как понять, что морская свинка беременна? Кстати, морские свинки одни из самых смешных во время беременности. У них очень умилительно смотрится, вот даже по фотографии. С их мордочкой такая маленькая, толстая беременная свинка. Половое созревание у морских свинок наступает в достаточно юном возрасте. Она уже может в 3-4 недели забеременеть. Молодые самцы готовы к вязке где-то в 2-2 с половиной месяца. Хозяевам надо тоже не забывать об этом. Мы нам с вами, что у любого грузуна слишком ранняя беременность негативно влияет на рост самки, на отечения беременности. И почему? Потому что еще не доразвиты родовые пути. Поэтому не надо пытаться сразу спаривать самочку, как она желает. Надо дать ей окрепнуть и вырасти, чтобы у нее уже прошло половое созревание. Иначе либо детеныши будут недоношны, может случаться аборт, либо же опять же будет такая ситуация, что самка не сможет сама родить. Чаще всего первые признаки беременности отсутствуют. И некоторые особи морских свинок, вообще по ним незаметно, что они беременны, потому что у них вкусовые привычки и поведение остаются одинаковым вплоть до родов. Если, допустим, у хомячков поведение резко меняется, то у морской свинки оно стабильно остается одинаковым. С 18 дня можно заметить визуальное округление живота, и с этого же периода мы можем прощупывать прям плотные плоды в брюшке беременной самочки. Пальпация небезопасна, если вы не умеете ее делать. Желательно делать при любых исследованиях беременности, даже у морской свинки, желательно делать УЗИ-исследование. Но опять же, если вы уже опытный, то вполне можно аккуратненько пропальпировать. Но делать это надо аккуратно, чтобы не сильно нажать на самку и в том числе не вызвать преждевременных родов. Характерные признаки беременности у морских свинок это увеличение аппетита. Свинка начинает много есть. Также у нее прекращается течка. Обычно течка у них происходит раз в две недели, и длится где-то около суток. В этот период, так же как и крыса, зверек прогибает спину, урчит при поглаживании. Ну, это характерно, вот это свинячье урчание. И влагалище опухшее и влажное. Также у свинки во время беременности резко может измениться поведение. Может остаться прежним, а может измениться, и, допустим, она может начать прятаться, или же даже некоторые свинки становятся чересчур общительные. Увеличение живота происходит обычно с третьей недели. До этого момента мы не замечаем беременность самки. Так же, тоже как и у шиншилл, идет изменение петли, она набухает уже перед родами, и меняет окрас, становится красным. Свинка начинает часто ходить в туалет. Увеличиваются акты мочеспускания и дефекации. Также с четвертой недели идет резкая прибавка в весе. И морская свинка может проявлять агрессию к своим сырочам, поэтому их надо рассаживать. Выначит они с твоим потомством 60-68 дней, где-то приблизительно 10 недель. Новорожденные детеныши рождаются пушистыми, с открытыми уже глазками, прорезавшимися зубками, и малыши уже готовы к самостоятельной жизни. Срок беременности зависит, конечно, от того, насколько много поросят вынашивает самочка, потому что бывает, что если это один поросяток, то беременность будет длиться 68 дней. Если же это уже 3-4, то она может сократиться до 60 дней. Но опять же мы не забываем про возраст животных, чем первородящая на ней первородящая. В зависимости от этого тоже будут, конечно, меняться эти показатели. Уход за беременной морской свинкой включает в себя, во-первых, ее необходимо держать отдельно от сородичей, потому что свинки могут проявлять агрессию к своим товарищам по клетке, и это нежелательно ни для матери, ни для других особей. Также исключаем стресс, потому что при любых стрессовых ситуациях это приводит к преждевременным родам и абортам. В клетке беременной самочки мы убираем всякие гамаки, лестницы и любые травмоопасные вещи. Также во время беременности мы не купаем грызуна, потому что это может вызывать лишний раз стресс. Часто еще увеличение объема живота у беременной морской свинки сопровождается постоянной сухостью и образованием микротрещин на коже, которые необходимо смазывать детским кремом. Но опять же, когда вы смазываете, вы смотрите, чтобы данный крем там не попал в ртовую полость морской свинки. Насколько вероятно повторное оплодотворение? Ну, вообще оно возможно, поэтому в любом случае желательно самца и самку рассаживать сразу после оплодотворения. Когда вы поняли, что беременность наступила, мы их рассаживаем. В период беременности организм женской особи нуждается в высококалорийном питании, поэтому необходимо это для того, чтобы беременность проходила и хорошо, и детеныши во время там внутриутробного периода получали достаточное питание от матери. Также необходимо, чтобы свинка нормально набирала вес и не была истощена для дальнейшего нормального скармливания поросят. Но не надо перекармливать свинок, потому что у них аппетит становится достаточно хороший. Это может привести к ожирению и патологическим родам. Беременная морская свинка должна потреблять большое количество сочной травы, овощей и фруктов. Также она тоже, как и любым особям, тоже мы можем морской свинке давать дополнительные витаминные комплексы в зависимости от того, как кормим. Тоже для них подходит либо тринкфит, либо лепсвитамин. Можно давать витамин кальп, потому что он универсален для всех грызунов. Под мышам и песчанкам. Есть много признаков. Первое – это отсутствие течки. Также изменения в поведении. Размножаться начинать песчанка может с трехмесячного возраста. Поэтому если до самка такого возраста обычно контактировала с самцом, то чаще всего она будет беременна. Редкий случай бывает, когда она не беременна. Так же, как и у других грызунов, нижняя половина тела становится у них намного больше. И прям песчанку раздувает в размерах. И форма приобретается такая грушевидная. Мышь начинает резко набирать вес и формировать гнездо. Для песчанок гнездование – очень характерный процесс. Если вы заметили, что постепенно мышь начала проявлять любые из этих признаков, то самца мы отсаживаем. Потому что самец на нее негативно влияет и в том числе приводит к стрессу. Поэтому это нам нежелательно. В таких случаях мы самца убираем. Беременность у них длится обычно от 21 до 25 дней. За это время поведение, конечно, изменяется. Она становится настороженной, начинает отгонять всех от своего гнезда. Также при родах песчанка не нуждается в нашей помощи. И обычно за один раз у нее рождается до 7 детенышей. Кормит их мать обычно в течение месяца. Сейчас, секунду. Мышей приблизительно тоже похоже. Начинает репродуктивный период мыши где-то в возрасте 28-50 дней. Лучший возраст – это где-то 60 дней. С этого возраста уже размножение становится полноценным. Не возникает никаких преждевременных родов. Деременность проходит легко. Если же мышка здоровая, хорошо развита, то роды ей не доставят никаких хлопот. Если же вы видите, что мышка как-то не отличается активностью, то лучше с родами повременить, потому что очень часто возможно то, что малыши появятся мертворожденные. Половая цикла у мышей длится от 2 до 9 дней. И в этот период самка входит в эструс, именно в течку. Длится она тоже, как у всех грызунов, приблизительно по 12 часов. Течка определяется, как у всех грызунов. Характерные признаки течки – это выгибание спины. Она нервничает, она постоянно бегает по клетке. И если вы планируете беременность, то сам-сам мы саживаем самкой. Если нет, то не саживаем. Беременность длится у нее до 24 дней. Конечно, это опять же зависит от того, сколько плодов вынашивается самка. Чем больше, тем меньше срок. Чем меньше плодов, тем срок больше. Также, конечно, еще количество плодов влияет на длительность родов. Чем детенышей больше, тем самка будет, конечно, разродиться быстрее. Если же там первая беременность, то обычно роды проходят дольше. Потому что первая беременность, там скоротечных родов очень редко бывает. В первой половине беременности мы не замечаем каких-то изменений в состоянии мыши. То на втором этапе у нее резко увеличивается живот и прибавляется вес. Также, если мы перевернем мышку, если это светлая краска, то мы замечаем, что соски становятся ярко-розовыми и увеличиваются. Чтобы правильно отслеживать процесс вынашивания и понять, что самка правильно прибавляет в весе, мы желаем, ну, как и любого груза, взвешивать ее раз в 3-4 дня. Если вы заметили, что самка начала терять вес, причем так резко терять вес, то значит, что беременность прервана. При этом вы могли не заметить, как произошел выкидыш, и как самка съел своих детенышей. В период временности, что песчанку, что там мышь, необходимо обеспечить достаточно материалом для строительства гнезда и обостройство домика. Это должны быть натуральные материалы, бумага, можно даже ткань чистую использовать, сено без острых и жестких предметов. Также необходимо следить за кормлением беременной самки. Рацион должен быть обогащен белком, витаминами и микроэлементами. Также по витаминам и микроэлементам тоже либо мы даем дополнительные витаминные комплексы, их даже с промышленным кормом в период беременности можно давать, так как организм нуждается в них в большом количестве, либо же мы уже, опять же, используем при натуралке их вообще на постоянной основе. Да, нетканный материал тоже можно использовать для обустройства гнезда. Он в том числе и безопасен. Единственное, когда вы любой материал используете, смотрите, чтобы в нем не было красителей. Главное, не надо для обустройства гнезда, как некоторые владельцы делают, использовать, допустим, те же газеты, так как в них содержится свинец и животное может отравиться. Вот, у меня по данной теме все. Если есть вопросы, задавайте. Может быть, есть вопросы почему-то другому. По поводу еще, то, что мы с вами человеческих препаратов для прерывания беременности грузнов говорили. Понимаете, очень сложно, во-первых, рассчитать дозировку, во-вторых, во-первых, это лучше делать в таком случае под руководством вед врача и самостоятельно это делать нежелательно. Если же вы понимаете, что у ДЭКу идут сложные роды, то, ну, как бы, и она там не может разродиться, и вы в дальнейшем не планируете потомство, то, во-первых, можно либо стерилизовать ее, вот, либо же, опять же, можно просто отсаживать. Просто если вы знаете, что вот эта ДЭКу у вас, как бы, не подходит для разножения, ну, как бы, отсадить ее в отдельную клетку. Ну, или же, там, посадить ее с однополой особью, чтобы разножение не происходило. Но желательно, конечно, просто с осторожностью все это применять. Ну, с первыми родами, да. Но, опять же, тут, если есть возможность, лучше это либо в клинике под контролем врача, либо в дальнейшем уже, как бы, ну, смотреть по возрасту, потому что еще часто бывает именно у ДЭКа в том, что проблема в том, что очень рано вы, допустим, она могла спариться, и просто не, там, у нее не произошло полное там развитие системы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...